В последствии становятся триггерам, то есть это место, либо проявление в теле, которое у вас будет запускать паническую атаку. После ситуации появляется мысль. После мысли, вот происходит ситуация, мысль, и это развивается до того, разгоняется до такой скорости, что у меня уже на каком-то этапе это происходило просто мгновенно. Это происходило мгновенно. Вот ситуация, мысль, после мысли всегда идет эмоция, эмоция, это будет при панической атаке страх. Страх это эмоция, то есть пишем эмоция, не страх, но напишем так. Эмоция, эмоция, в данном моменте это страх, ну страх будет он везде сопровождать, страх, эмоция, страх. Так, любая эмоция, она отражается в теле, в теле, вот этими проявлениями, которые называются психосоматикой. Так, страх, эмоция, отражение в теле. Неудобно писать немного, но стараюсь, давно уже не писал. Отражение в теле, это вот будут болевые ощущения в теле, вот это может быть сжатость, болевое ощущение, скованность. Ну а на начальном этапе, вот это сильно не ощущаешь, отражение в теле особо не ощущаешь, потому что это тоже идет такой накопительный процесс, когда твои мышцы находятся постоянно в спазмировании, то есть что есть страх. Страх это наше мышечное напряжение, наш мозг готовится к действиям, то есть у нас опасность. Поэтому в начале вы можете не особо вот этих болевых ощущений ощущать, неких болевых ощущений в теле, потому что еще мышцы не уставшие и вот болевые ощущения, они не очень чувствуются. Они начнут чувствоваться потом, попозже, когда мы уже попадаем в такой систематический стресс. Дальше что происходит? Дальше у вас включается рефлексорный мозг, это рефлексорный мозг, это мозг нашего поведения, рефлекс, то есть рефлекс это поведение. И получаем мы что? Получаем, включается поведение. И что мы делаем? Избегание. Избегание. Мы избегаем, нас немножко отпускает, и ты делаешь произвольное умозаключение. Я спасся, я убежал от смерти. Вот, возвращаясь снова к мысли. Я спас себя. На меня можешь смотреть. Вот, вот замкнутый цикл работы как панической атаки, так и тревоги. Так, что делать? Я бы разделил со своего видения, как было у меня, у меня панические атаки. Сначала они происходят не регулярные, как бы, и не такие быстротечные, не мгновенные. Скорее бы я сказал так. У меня произошла первая атака, паническая атака. Я ее четко помню, вот сейчас, как сейчас, вот, разбуди ночью, как говорят, и я расскажу, как она происходила. Было лето, жарко было. Я был на улице, много народа на рынке, там, за вещами какими-то ездил. Я был один без семьи, мне что-то нужно было купить. И у меня в районе живота зарождается некая волна. И эта волна меня начинает гнать наверх. С повышением этой волны у меня одновременно, параллельно накатывал на меня страх. На меня накатывал страх, тебя вот так захватывает, вот дыхание захватывает, волна такая гонит тебя. И ощущение, что вот-вот, вот-вот, сейчас ты упадешь, что-то страшное с тобой случится. Я сразу понимал, не понимал, но на подсознании я понимаю, что это был страх смерти. И ты, конечно, что происходит, ты на этом фиксируешься. Вот оно меня держало-держало, потом тучка нашла, как бы солнышко спряталось, пошел мелкий дождик, и меня стал отпускать. Но на первой панической атаке я не начинал метаться. Я просто как бы на страхе думал, что со мной происходит, и что мне сейчас вот плохо станет. Вот эти мысли, по-моему, станет плохо, что со мной что-то вот мне плохо, и сейчас со мной что-то страшное произойдет. Вот так у меня происходила первая атака, паническая атака. Что делает человек? Хорошо, если человек не циклится на первой своей панической атаке. То бишь он ее не берет во внимание, вот с ним что-то произошло, его отпустило, но он там дальше своими делами занимается. Но если ты зациклился, то есть сфокусировался вот на этой ситуации, которая с тобой произошла, ты зафиксировался, тебе стало страшно, происходит такой момент. Первое, что я привязал это к солнцу. Было наноградусов 30 жары, и я привязал это к тому, что мне стало так плохо от солнца. Вот что произошло. А было лето, и получается каждый день практически солнце, и тебе приходится выходить на улицу, и уже когда я выходил, у тебя автоматически получалось солнце, это ситуация, вот она, ситуация, приходила мысль, что сейчас снова станет плохо. Все, появлялся страх, тут же все, начинала эта волна снова, по-моему, эта волна была снова меня гнать, все, меня снова начинало гнать, и я уже начинал делать поведенческое избегание, поведение. Я начинал уже как бы раз куда-то что-то вот дергаться, начинать избегать этой ситуации, и вот когда ты избегаешь, все, ты фиксируешь, тебя отпускает, и вот ты попадаешь в такой вот цикл, вот в такой цикл попадаешь. Вот еще есть название «Замкнутый круг тревожности», книжка такая, «Не кормите обезьяну», «Замкнутый круг тревожности». Дальше это развивается до такой степени, я тогда еще КПТ не знал, поэтому я от мыслей отделиться не мог, не мог. Я не знал, что такое вообще, там надо чего-то, от чего-то там отделяться, я без понятия был. И эти панические атаки доходят до такого уже момента, у тебя это происходит, происходит уже не от ситуации, например, как триггер солнца, а оно уже, ты сам себе ее запускаешь. Ты получается в постоянном ожидании вот этой панической атаки. И доходит уже до такого момента, я только думал, мне сейчас станет вот так плохо, что вот сейчас снова будут меня гнать, и здесь у меня мгновенно все сразу накрывало. И все, и ты попадаешь в такую вот постоянную ловушку, ты начинаешь как бы бояться, ты бояться вот этого состояния, но это состояние и есть ты сам. То есть ты начинаешь в принципе бояться сам себя, точно как потом происходит, это человек боится своих мыслей. Вот точно такая ситуация получается. Все, ты попадаешь в такую ловушку постоянного запугивания себя, вот постоянно идет провоцирование вот этой панической атаки, ты ее как бы сам себе запускаешь. И она настолько мгновенно вот идет, что настолько быстро, что возможно ты уже даже вот мысль эту не фиксируешь. Она мгновенно проходит, и у тебя вот этот круговой процесс, который происходит с тобой, он очень быстро, мгновенно происходит. Но то, которую ты ошибку делаешь, ты постоянно этого избегаешь. Я потом, как я рассказывал, по ночам, когда меня панические атаки вырывали, я бегал в ванну мыл. И жена у меня определяла, когда вот все, у меня погнала паническая атака, когда я был дома, у меня зрачки увеличивались. Она уже по моим зрачкам, когда на меня смотрела, она понимала, что все, вот меня понесло. То есть у меня страх был в глазах, тогда сильный страх. Поэтому, поэтому, смотрите, что делать при панических атаках. При панических стремительных атаках все, что мы можем сделать, и это верно, это менять поведение. Поведение. То есть паническую атаку не избегать. Сейчас объясню почему. При избегании, при панической атаке, мозг фиксирует вот это все, что с нами происходит, как опасность. Потому что мы от этого убегаем. В мозгу закрепляется как опасность. И вот этот заколдованный круг, тогда он бесконечный. Ты постоянно вот в этом кружочке крутишься. Чтобы его разорвать, нужно убирать избегание, выдерживать, выдерживать паническую атаку. У меня есть ролик со стаканом, я показывал, как бы воду наливал, и потом водица стекала с краев стаканчика. Вот. А что происходит? Смотрите, сама паническая атака, это химический процесс. Это химический процесс, который очень похож, похож при физической хорошей нагрузке. Если вы сравните, что происходит у вас в теле при панической атаке, и если мы проедем быстро на велосипеде, либо в ускоренном темпе пробегим, то симптоматика у нас будет очень похожа. У нас будет биться сердце, мы будем там дышать, как бы симптоматика будет очень похожа. Но здесь как бы нас гонит страх, и страх этот, он тебя как бы захватывает. Да, немножко я неправильно сказал, не бьется сердце, там ты вообще ничего не видишь, это потом, извиняюсь. Вот это неверно, неверно, наверное, вам информацию дал. При панической атаке у тебя ты вообще как бы ничего не контролируешь, у тебя просто идет дикий страх. У тебя животный страх, что в тебе сейчас будет все. Почему мы только можем работать с поведением? Сейчас я объясню. Потому что при панической атаке, при панической атаке, отключается вот префронтальная кора головного мозга, отключается лимбическая система. Это система рефлексорная. И поэтому многие говорят, ой, на панической атаке там то-то. На реальной панической атаке человек не может подумать о слове совсем. Совсем. Ты вообще ни про что не можешь думать, тебе вводит страх. Все. И поэтому что делаем? Не делаем избегание. Когда мы даем дойти панической атаке до своего предела, у нее будет обязательно предел. Тебя вонит вверх, потом будет падение. Сработает вегетатика, вегетативно-мерная система. У тебя будет откат. Оно пойдет на низ. На примере стакана с водой там очень образно хорошо показывают. И что происходит? Когда вы выдержали паническую атаку, не избежали ее, мы получаем опыт. Мы фиксируем. Мозг фиксирует. То есть вам нужно обратить внимание, что вы не умерли, с вами ничего не случилось. Вот это называется опыт. Мозг фиксирует. И значит в памяти у него это остается у нас в мозгу. Мы обозначили, зафиксировали, с нами ничего не случилось. Все, мы запомнили. Это не смертельно. Этот опыт остается в мозгу. И значит дальше постепенно следующие вот эти накаты панической атаки. Они начнут гаснуть. Потому что нам уже не будет так страшно. Потому что мы, пройдя первую паническую атаку, получили опыт, что это не смертельно. Само страшно, самое страшно, я вас всех понимаю. Само страшно, это выдержать первую паническую атаку. Потому что у тебя нет опыта. И там реально тебя так гонит. И кажется вот-вот и ты умрешь. Вот все тебе будет. Поэтому, самое страшное, это сделать первый шаг. Это выдержать первую паническую атаку. Тогда ты получаешь опыт. И постепенно следующие панические атаки, они уже будут у вас гаснуть. Они будут у вас гаснуть. То есть, они будут, смотрите, как происходит здесь. Вот Слава, ты снимаешь, да? Вот это будет нас потом. Я сейчас покажу. Вот смотрите, потолок. Вот потолок у нас, да? Давайте представим, что наша паническая атака нас вводит до потолка. И потом сливается обратно. Так вот этот уровень потолка, который я показываю. То есть, вот это максимальная наша паническая атака. Он начнет потом понижаться. То есть, вот представьте, что мы этот потолок опустим чуть-чуть ниже. Вот будет доходить, вот эта тревога разгонять до такого уровня. Она постепенно будет гаснуть. Она не будет уже такой яркой и сильной. И вот так постепенно, 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 постепенно этот потолок будет понижаться. Понижаться. То есть уже эта волна, она начнет терять свою силу, начнет терять свою силу, вот, дальше мы после панических вот этих атак, после панических атак, мы выходим на уровень 8-бальной тревоги, это как бы такое прелюдия панической атаки, она, у тебя идет волна, но она уже слабее, она как бы упирается в потолочек до определенного уровня и потом снова спускается, но там подключается такой момент интересной тряски, я называю тряской, иногда включается, тебя вот просто колотит, тебя просто трясет, как осиновый лист, но это происходит бесконтрольно, вот оно как-то раз, тебя запускает и у тебя вот такая трясучка, вот тебя полностью трясет, 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 трясти может, вот меня примерно, наверное, трясло минут 30-40, потом отпускает, потом через какое-то время снова может включиться и что интересно, что вот этот процесс, процесс, он, как и паническая атака, он происходит и днем и ночью, сейчас расскажу про ночные панические атаки, ночные панические атаки, на тревоге у тебя сон поверхностный, ты вроде бы спишь, но ты не спишь, у тебя вот этот фон, он как бы понижен, а потом происходит всплеск этого фона панической атаки и тебя вырывается сна, тебя просто выбрасывают, бах, и у тебя сразу страх, у тебя сразу страх, то, что большинство из вас будет делать, это будет носиться по квартире, либо дому, кто где живет, вы просто будете вот как веники бегать, носиться по этой квартире, пока вас немного не приотпустит, вот что вы будете делать, подавляющее большинство из вас, если не знают, как работают панические атаки, но сейчас информации, информации много в ютубе, наверное, вы уже знаете, и вот бегание от этого, я уже рассказывал, я как-то в себе такой выбрал такой прием, не прием, я ванну все время мыл, я как бы раз чуть-чуть понимал перед паническими атаками, чтобы не разбудить своих, я сразу бежал в ванну, включал свет, хватал мочалку, и просто вот начинаешь воду включать, начинаешь ее тереть, тереть, вот ты на панике трешь, 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 потом раз замечаешься, предпускать начинает, начинает предпускать, ты оба, ой, все, я спасся, у тебя мысль сразу, ой, все, не умер, спасся, и все, идешь, у тебя после панической атаки там может и трясет, потрясывает, тревожность, ну кое-как идешь, пытаешься снова там что-то изобразить наподобие сна, потому что у человека в этом расстройстве сна нету от слова совсем, скажем так, вот, ты можешь там прикемарить два часа ночи, ты не можешь заснуть, короче, происходят такие вещи, конечно, как простым словом, кто-то говорит, ну его нафиг, вот, поэтому паническая атака будет происходить и ночью, будут происходить и днем, а не кроют и днем, их может быть немного, но я дошел до такой степени, тебя постоянно уже кроет, тебя кроет, кроет, куча триггеров еще сверху формируется, потому что тебя везде кроет, вот ты зашел, например, там в маршрутку, тебя там она произошла, накрыла, ты все привязал к маршрутке, зашел в лифт, тебя там накрыло, привязал это к лифту, мозг запоминает, где тебя кроет, мозг запоминает это место как опасное, и у тебя начинает формироваться такой момент полной опасности, в мозгу, что мир опасен, все время, а потом уже, я дошел до такой степени, вот, как я рассказывал, ты только подумаешь, тебя кроет, только подумаешь, и ты уже сам себя боишься, понимаете, ты ходишь, раз тебя кроет, имитация, раз тебя, Вот только подумал, кроет Вот только подумал, кроет, кроет, кроет Это бесконечно Это происходит бесконечно Бесконечно Вот, и что И что интересно Люди могут Вот с этими паническими атаками Носиться годами Годами И не подумать, что они все повторяются И не могут Изменить хотя бы свое поведение Как бы что-то изменить То есть вот эта цепочка Она у них строго уже так отлажена Вот эти одни и те же действия Вот вся эта процедура Она уже налажена У них на автомате это происходит И они так вот всю жизнь носятся Поэтому я вам объяснил Убрать, не убрать А порвать цепочку Выдерживать вот эти наплывы Наплывы Выдерживая наплывы, получаем опыт Получаем опыт Моз фиксирует что-то не опасное Атаки начинают гаснуть Вот волна идет, все, выдерживаешь Не избегаешь, никуда не убегаешь Вот так работаешь С паническими Атаками Атаками Потом оно в трясучку будет переходить Трясучку тоже терпим Потому что поведение Формирует убеждение Если убежали Моз зафиксировал вот эту ситуацию Опасность Снова убежали Снова зафиксировал опасность Вот это то, что называется Триггером Триггером То есть Вот в этом смысле Мы сами себе Как бы триггер становишься Ты сам себе запускаешь Вот эту паническую атаку От мысли Вот только А перед мыслью Ты просто идет Воспоминание Вот как тебя крыло И тут же сразу мысль И запускается Это все по кругу И настолько стремительно Что ты даже Можешь не замечать Вот этой цепочки Как оно тебя крутит Как оно тебя крутит Поэтому Помним С чего начинаем Выдерживать С вами ничего не будет Вот этот страх Он просто Страх работает На Надпочечники Надпочечники Выбрасывают Картизол Картизол Поэтому Через тревогу Поэтому вот Ну Там ты не поймешь На панической атаке Там просто все это Вот в перемешку Спонтанно происходит Поэтому не буду вас Не буду вас Запутывать И загружать Ваша задача Выдерживать Выдерживать С вами ничего не станет Весь химический процесс Который В вашем организме Происходит Это тоже Будет Идентично Тому Когда вы Делаете Физическую нагрузку Вот внутренний Этот процесс Поэтому с вами Ничего не случится Ну а вот это Предсказание Нам кажется Что мы умрем Вот Оно Нас очень сильно пугает И поэтому Мы делаем избегание Чтобы Поменять ситуацию Нужно Выдержать Выдержать Дальше Когда Мы уходим Уже с панической атаки Переживаем их Перетерпливаем Принимаем Все принимаем 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 То бишь Так Можно стереть Наверное Да Так Сейчас Эту стираем Я попробую Вам объяснить Дальше Что происходит Дальше Мы Выходим Вот Нарисуем Такую Табличку Как бы Вот По десятибальной системе Тревогу Распределим Вот например Паническая атака Это у нас получается Десять баллов Баллов Это максимальная тревога Десять баллов Паническая атака Десять Вот мы их Выдерживаем Выдерживаем Переходим На восьмибальную тревогу Опускаемся Восьмибальная тревога Что происходит При восьмибальной тревоге Сейчас я буду Объяснять При восьмибальной Тревоге Назовем это Прелюдия панической атаки. Прелюдия. Прелюдия. Или Е. Прелюдия. Вот, прелюдия, так? Это будет восьмибальная. Что в этих моментах можно делать? Тресучка. Будет тресучка. Тресучку, так, напишем. Тресучка. Тресучка, точно так, как и панические атаки будут происходить и ночью, и днем. Меня выкидывала со сна ночью. Я сидел, выходил в зал, я уже не бегал. Я уже понимал, панические атаки прошел, как это происходит. И тебя вот просто выбрасывает со сна и трясти начинает. Трясет, трясет, трясет. Ты вот садишься. Я садился на диван и смотрел в окно. Меня кто-то называет трусила, я называю трясло, у каждого по-разному будут обозначать. Трясучка. Так, допишу. Трясучка. Тебя трясет. Меня примерно по воспоминаниям трясло на минут 30-40, может, 45. Но это время, оно будет во всех разное. Поэтому не пугайтесь, если вас будет, например, трясти там больше 40 минут, потому что вы сейчас, ага, Александра 40 минут трясло. так вы себе там даже может поставить, будете трястись и на часы смотреть, сколько вот вас там чего трясти должно. Ой, а если больше всего у вас паника, потому что у него было 40 минут, а у меня 45 уже трясет. Может, со мной что-то не то. Поэтому время будет разное. Запомните, разное. Трясучка. Она будет и днем, она будет и ночью. И ночью. У меня и днем было, помню, телевизор. Включишь, тебя трясет, ты сядешь и вот смотришь, он у тебя фонова стоит, а тебя трясет, ты на себе сфокусированный. Вот такое происходит. Так, как говорится, дай бог памяти вспомнить дальше. Вот дальше зарождение вот этой панической атаки, когда мы проходим, оно же все все время зарождается, только уровень волны уже, он начинает понижаться. Вот этот пик, который я как про потолки рассказывал, он начинает понижаться. И это уже, наверное, может и 7-8, ну, вот 7-8 баллов, ну, скажем, от 6 до 8 баллов. 8 баллов тире, ну, ладно, не вставим сюда. Я еще применял такой момент, вот когда уже зарождалось, и ты мог, ты был при, как говорится, при своем уме, при сознании, я экспериментировал, называл атаковать паническую атаку. Когда вот у тебя волна зарождается, начинает, как бы, вроде бы, разгонять, я как бы начинал злиться и кричал, давай, сильней, еще сильней. и она начинала сразу, бах, она как бы стопорилась и потом, и потом падала. А что происходило? Паническую атаку разгоняет страх. То есть, страх, он регулирует уровень нашей тревоги. Чем сильнее страх, тем сильнее тревога. И чем меньше страх, тем меньше тревога. Вот что происходит. И поэтому я знал, любая эмоция дарит другую эмоцию. То есть, когда у меня возникал вот этот момент зарождения, тут же у тебя мысль, если вспомним старую схему, и после мысли эмоция страх так начинает возникать, но ты уже осознанно начинаешь злиться, ты как бы начинаешь рвать эту цепочку и не давать страху через тревогу раскрутить вот этот всплеск. Вот это я помню. Я потом практиковал, называл атаковать паническую атаку. И вот я потом экспериментировал, я как бы начинал злиться и кричать давай сильнее, и она начинала отступать. Вот. Но это уже как бы не паническая атака, это уже наверное где-то вот 6-8 баллов в этом районе, потому что на десятибальной, как я рассказывал, там мозги отключаются. А тут ты при своих мозгах уже путем анализа понимаешь, как она зарождается, как это все вспыхивает и начинаешь действовать такими как бы контрдействиями. вот что я делал. Но на трясучке и на трясучке бесполезно, бесполезно уже самой тревогой, если вот она запустилась, с ней бесполезно бороться. Потому что мы как бы тревогой есть мы, и чем ты больше с ней борешься, особенно это уже когда попадаешь, тревога от тревоги. Вот там я пробовал все время бороться с тревогой, но чем больше я боролся, я больше вымаклась. Но это будет другая история. Сейчас мы про эти политические атаки. Вот. И когда когда перетерпливаем мы вот эти трясучки, трясучки понижаем вот это все, понижаем уровень, вот там мы тогда уже человек попадает к депрессию. Почему? Сначала мы жили на страхе. Нас гнал вверх вот этот вот этот скажем так страх. То есть страх у нас был страх на первом месте. На первом месте. И получается как бы депрессия, депрессия, ну это при долговременном нахождении. Точно так депрессия, депрессия, так, депрессия. У тебя здесь нормальные вопросы уже пошли. Потом ответим. Потом ответим. Депрессия. Всегда если мы долго находимся в тревоге, в панических атаках, то страх это как бы как вам сказать у страха за спиной стоит депрессия. Но она пока прячется от нас. Потому что мы сфокусированы вот на этом что происходит на своем эмоциональном таком сильнейшем перевозбуждении. То есть вот в этом стрессовом состоянии сильнейшем. Вот. но может быть обратное как у меня было. Я долгое время находился и я уже свалился там панические атаки оно все в куче оно все и я уже просто вышел на депрессию все. То есть у меня вышла депрессия на первое место остальное все как-то отошло потому что даже если ты не понимаешь что с этим делать все равно как бы на подсознании вы даже этого не понимаете оно с вами повторяется повторяется и все равно от какой-то части у вас страх уменьшается потому что все равно вы где-то там фиксируется что оно все повторяется но ты не умираешь и ничего с тобой как бы не происходит поэтому все равно немножко будет гаснуть но там это долговременный такой период ты можешь там годами как я там годами бегал спортом занимался я все убегал от этих панических атак это там годами длится и понемножку вот эта трансформация потом когда потом потом появляются вот эти агрофобии там и все и начинает как снежный ком идти оно может развиваться в разных направлениях где-то кто-то может дрейфовать в этом то есть панических атаках вот они иногда происходят человек вот как-то монотонно я как-то вкручивался но все равно долгие годы я уже вот эту цепочку так хорошо не помнишь потому что уже 10 лет прошло поверхностно помнишь как вкручиваясь а вот уже тонкости тонкости да как-то не помнишь но я помню дошел до хронической боли потом у меня постоянно мозг потом сфокусировался на пояснице и у меня был такой момент круглосуточной хронической поясничной боли боли ну вот так сегодня в принципе про панические атаки и прелюдия вот этой максимальной тревоги 8-ми бальной я вам объяснил как с ней работать как с ней работать больше там без вариантов да вы можете пить таблетки вот эти транквилизаторы чтобы сбивать эту тревожность там антидепрессанты вот но это я рассказываю потому что я выходил без препаратов и как работать ну вообще в целом как это работает и как убирать вот этот страх именно проживая проходя вот эти панические атаки так так ну вот так сейчас попробуем ответить на вопросы так обязательно подписывайтесь скажи подпис когда подписываетесь проверяйте проверяйте свою подписку потому что youtube может с первого раза не подписывать поэтому нажали потом проверили так так сейчас слава как нам с первого сообщения сейчас я тебе сделаю секундочку одну сейчас буду отвечать на вопросы на вопросы там про панические атаки задавали люди вопросы но их надо будет ответить так панические атаки ответил вот так подожди ну давай уберу эту ножку чуть-чуть мотани назад рассказывай слушай как я понимаю сначала мысли тревожны а потом сам превращаешься в сплошную тревогу да ты начинаешь потом потом панические атаки точно как и мысли ты начинаешься при панических атаках бояться сам себя потому что ты их уже сам автоматически запускаешь точно так и человек начинает бояться своих мыслей когда он замечает что они на него действуют и он не знает что с ними делать ты начинаешь бояться своей головы ты начинаешь бояться своих мыслей у тебя возникает такой момент страх 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 перед мыслями и что люди делают они как правило пытаются либо эти мысли не думать либо от этих мыслей убегать у меня был такой момент мозг мысли появляется а у тебя мозг убегает вот реально только мысль он убегает от этих мыслей на каком-то этапе я когда тренировал мозг работая с этими мыслями помню был такой момент убегания потом блокировка мыслей я блокировал мысли я всю всю вот эту радость которая которая присутствует в тревожно депрессивном расстройстве я вот всю эту радость как всю ее испытал понимаете вот все эти прекрасы в скобках в переносном смысле я все вот эти радости испытал так у меня после панических атак несколько дней плохое самочувствие кружится голова и шатает смотрите паническая атака паническая атака оно получается у тебя как бы ну как сказать много забирает силы много энергии а поэтому наш организм устроен так что сначала идет ситуация где мы отдаем много энергии и силы а потом организму можно восстановить нужно восстановиться и поэтому происходит вот такое состояние вот слабости и вот у вас видите еще подкруживается голова как бы такой момент самовосстановления самовосстановления ну конечно там привязано давление оно тоже участвует в этих всех действиях потому что при панической атаке у нас давление прыгает опасность нужно кислород нашим органам вот здесь у нас и погнало это давление подымает подымается почему люди тоже зависают на измерении давления ты начинаешь его постоянно мерять когда находишься в тревожном расстройстве и вот ты меряешь смотришь у тебя там цифры там 180 на 120 пульс 120 либо 200 там на 140 на 130 и пульс 130 мало ты этого пугаешься потому что у нас мозгоубеждение что высокое давление это опасно для жизни для жизни потому что про это все врачи говорят и у нас сформировано там убеждение то что выше например там 140 на 100 либо там 130 на 90 опасно для жизни поэтому как только ты эти цифры видишь то эти цифры не соответствуют твоему убеждению в мозгу и тут же мгновенно происходит реакция нашего мозга мы пугаемся этого а этим еще больше поднимаем как бы не больше раскручиваем вот эту тревогу но если бы человеку объяснили что это психическое давление то есть наше психологическое давление это сравни давлению которое происходит при физической нагрузке то есть если бы мы с вами пробежали например 100 метровку как бы на скорость и нам померили давление то у нас примерно было такое давление откуда это знаю потому что меня садили на велосипед когда я с кардионеврозом носился меня садили на велосипед и я и как бы я вот эти начинал педали крутить они мне скорости переключали и мне догнали давление 220 вот насколько я не помню я дошел до 4 уровня там некая шкала была 6 уровневая и мне написали в заключении высокая толерантность к физическим нагрузкам хотя уже в то время я наверное лет 6 находился вот в этом тревожном тревожно-депрессивном этом расстройстве сначала оно тревожное потом становится тревожно-депрессивное вот в этом тревожном расстройстве и я думал у меня там уже и сердцем проблемы там и то и другое пятое десятое но когда в больнице вот я сдал такой тест на велосипеде то оказалось что я здоров физически как бык я уже где-то это рассказывал а как себя вести если при панической атаке поднимается давление смотрите при панической атаке поднимается давление вот это то что я вам сейчас рассказал Виктория надеюсь вы поняли это сродни нашей физической нагрузки мы как бы получаем вот такие виртуальные спортсмены виртуальные спортсмены понимаете у меня была такая интересная ситуация вот когда я в этом расстройстве находился мне жена вызывала скорую помощь может пару раз может раза два три и что интересно вот я меряю давление у меня но там 180 190 там 120 30 вот пульс этот 120 вызываем скорую скорая приезжает меряет мне давление у меня давление 120 на 80 они на меня смотрят смотрят что мне больничка надо психиатрию вот только они уезжают вот они только уезжают минут 5 проходит а мы же нервотики мы давление это меряем каждых 15 минут этот аппарат манжет отзываю наживаю кнопку все вот сама сама ситуация вот она уже триггерная понимаете потому что как только ты взял этот аппарат у тебя уже возникает мысль что сейчас у тебя будет большое давление потому что в твоем мозгу остался этот опыт и ты уже у тебя начинает возрастать тревога и вот чем ближе эти цифры бегут в этом электронном аппаратике тем сильнее и сильнее у тебя увеличивается тревога и как только эти цифры фиксируют у тебя уже там 200 там на сколько-то и у тебя уже реально там чуть ли не паническая атака происходит вот как только эти цифры зафиксировать реально паническая атака практически происходит поэтому поэтому самый попроще вариант вот вам это понять что с вами происходит чтобы убирать уже отчасти немного убирать страх второй момент это отдать этот аппарат кому-нибудь кому-нибудь сродни чтобы у вас в квартире не было потому что этот аппарат будет для вас триггером но я я что сделал это была для меня триггерная ситуация у меня уже я понимал я по-моему уже занимался начал КПТ и я понимал что я не умру вся вот эта физиология вот эти процессы которые у меня происходят в организме я понимал что они сродни физической нагрузке но мозг то помнит что это опасно я блин вот ты меряешь и вся снова вот эта волна и снова волна и снова волна и что я сделал я как-то раз включил этот аппарат померил у меня эта волна как бы гонит я как бы лег на кровать и думаю ай умру так умру хер с ним и я заметил бац оба меня попускать начало то бишь такой момент я пошел на принятие как бы что будет то будет и я заметил что меня оба и сразу же практически сразу стал отпускать вот что произошло вот как я проходил именно с этим аппаратом потому что он для меня триггер был и потом я вот так снова 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 и вот так этот как бы триггер затерел с мерением вот этого давления но но посоветовать как бы в случае вашем это осознать это и убрать этот аппарат вообще вот как бы но если убрать этот аппарат вообще чтобы он вам искушение не вызывал постоянно перемерять давление ну все правильно поднимается давление вот эту схему как она работает я уже объяснял почему у нас поднимается давление потому что нам нужно это такой момент организма готовится вот сейчас будет у нас физическая нагрузка у нас опасность там например на нас кто-то нападает и мы становимся в такое вот боевое телесное состояние а значит что а значит нашим органам нужно увеличить поставку кислорода кислорода а поставка кислорода идет за счет чего за счет увеличения давления быстрее идет как бы прокачка чтобы больше поставлять кислорода и поэтому у нас увеличивается увеличивается вот это давление вот почему оно у нас происходит при панических вот этих атаках и тревогах почему у нас повышается давление и еще расскажу вам один момент что люди страдающими вот этими тревожными расстройствами паническими атаками они не умирают от сердечного приступа либо не происходит у них инсульт инсульт сейчас объясню почему потому что поднятие давления вот этот процесс давления он подразумевает под собой под собой сосуды наши ширяются расширяются ширяются расширяются понимаете они постоянно у нас тренируются за счет вот этого сжатия расширения сжатия расширения есть такой момент получается как бы один из компонентов эластичность они получают почему спортсмены кто занимается спортом меньше вот у людей проблем именно сердечно-сосудистой системой потому что у них то же самое происходит сжимается разжимается сжимается разжимается вот это то же самое происходит у нас на вот этих панических атаках но вы можете сказать но я знаю случай вот была у человека паническая атака и он умер так да такое может быть отвечаю на вопрос на этот вопрос это человек который например скажем в возрасте у него есть проблемы сердечно-сосудистой системой у него там уже там какие-то бляшки и он никогда вот почему даже простой ну обычный человек когда сильно разволновался вот его там сердце например прихватывает понимаете и то есть происходит вот это сжатие разжатие сосудов давление резко на панической атаке идет и у него просто бляшку сбивает и вот поэтому он получает инфаркт инсульт вот но это у человека когда у него не было вот вот этих систематических вот этих систематических процессов которые происходят у человека постоянно на древоге а у кого происходит это постоянно нетренированное понимаете вот как у спортсмена вот почему вы можете найти такой материал что там человек там скончался от панической атаки это как уже если там в каком-то очень глубоко старом возрасте у нас там есть проблемы именно сердечно-сосудистой системой тогда такое может быть а так по всему миру ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения не зафиксировала ни одного случая чтобы человек от панической атаки умер ни одного случая не было зарегистрировано точно так и ни одного случая не было зарегистрировано чтобы человек от навязчивых мыслей сошел с ума то же самое ни одного человека так что делать если в магазине резко накрывает и приходит ощущение как будто сейчас потеряешь сознание подкашиваются ноги если у вас происходит это в магазине вы вот сейчас зачитаю будут отвечать подскажите а что делать если в магазине резко накрывает и приходит ощущение как будто сейчас потеряешь сознание и подкашиваются ноги и слабость очень сильная как себя вести смотрите чтобы упасть я думаю вы не упадете ну да оно происходит у тебя они даже вот ноги как бы тремор такой идет вот ощущение что ты вот еле-еле на ногах стоишь и поэтому если при возможности ну присесть как бы тяжеловато прислониться к чему-то тоже тяжеловато будет в магазине правильно вот если есть вариант это как бы прислониться либо присесть но смотрите смотрите с магазина не убегать потерпели немного вот вы потерпели есть возможность просто выйдите потому что у вас будет перенапряжение сильное вы выйдете но вот эту цикличность вы повторяете снова и снова периодически заходите выдерживаете вот это состояние в магазине и запоминаете вас вот начинает происходить вот эта симптоматика у вас еще я думаю у вас будет появляться мысли страх Виктория у вас страх мысли будут что сейчас мне будет все вот здесь задача если будут появляться мысли отделяться от них оспаривать понимаете и выдерживать ситуацию оно все равно в конце концов оно отпустит это вот сродни как я рисовал панической атаки оно всегда идет вверх потом идет на низ но что что делает человек 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 начинает подкручивать у него включается такой мыслительный процесс как катастрофизация он начинает себя подкручивать вот именно вот этим мыслительным процессом как бы ты начинаешь пугаться и запугивать себя мыслительно первый момент убирайте в свой вторичный страх вот вторичный страх одновременно с мыслительной подкруткой если она у вас появляется понимаете и потом вот вы выдерживаете 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 вас попустит вы обращайте на это внимание что вот оно дошло а потом все равно через время вас отпустило что с вами ничего не произошло и вот так для вас магазин это получается триггер это триггер называется и триггер он как бы убирается страх именно боистя псайди к псу то есть ты идешь в этот страх выдерживаешь его потом выходишь потом через какое-то время снова повторяешь вот это поведение почему выходишь потому что там идет сильный страх и тебя просто выхолощивает ты после этой стрессовой ситуации ты можешь быть у меня были такие моменты ты вот как ватный становишься у тебя просто нету сил от слова вообще вот такое может быть поэтому делаешь там какое-то время передышку например на следующий день снова идешь посещать вот этот магазин снова проводишь вот эту экспозицию вот поведенческую выдерживаешь и выходишь снова и вот так постепенно постепенно потом у вас вот этот вот этот страх соответственно будет уменьшаться страх и будет падать тревога и будет падать тревога и вот так постепенно 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 проходишь вот эти триггерные места где у тебя происходят либо панические атаки либо вот это вот эти всплески тревоги вот это головокружение если вы делали конечно это при при том условии что вы все прошли обследование и вам сказали что у вас ваша физиология здоровая то бишь что вы физиологически абсолютно здоровы а это просто идут вот эти психические нарушения вот и вот так убирая страх выдерживая ситуацию вот это называется осознанность ты идешь туда понимая для чего ты идешь понимая что с тобой происходит и понимая что тебе нужно делать в этой ситуации вот тогда вот это когда ты идешь осознанно вот тогда это все начинает работать вот это все тогда начинает работать и постепенно 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 ваш страх будет понижаться соответственно будет понижаться тревожность Соответственно будет понижаться тревожность И вот эти все проявления телесные То есть вот этот туман, голова окружения, туман в голове Это все относим к телесности И значит уменьшаться тревогой И постепенно будет гаснуть вот эти телесные ваши проявления Вот так это работает Все правильно разъясняется Я бы многим посоветовал подписаться Многим, удачи вам на канале Это все прошло Скажите, пожалуйста, если есть гипертрофия левого желудочка сердца Это заболевание сердца Гипертрофировал желудочек Желудочек, гипертрофия, гипертрофия Выкинула секунду У меня, кстати, вот тоже там какое-то мелкое нарушение Нарушение в сердечке есть, там какой-то клапанок Смотрите, Виктория, по этому вопросу Лучше обратиться именно к кардиологу Понимаете? Он более, ну, они более компетентны в этом деле, моменте И они вам скажут Как бы носит ли это какую-то опасность, либо нет Либо нет Вот Если Если Ну, если они Выкинула бы на стране Поэтому Ну, тоже вот, когда выкидывает Тогда все, в смысле, сбивает сразу Ты как бы сфокусировал Видишь, не могу настроиться Зава выкинула Ну, а тебя выбрасывает Бац Вот здесь снимай, да Поэтому По поводу вашего вопроса Нужно обратиться К кардиологу И Желательно Если вы знаете Этого кардиолога Как хорошего кардиолога Если идете к неизвестному То Тогда лучше Сходить Как правило Хотя бы к двум разным кардиологам Потому что Потому что Не Один кардиолог Они Я так понял Врачи любят Людей пугать Понимаете? Поэтому Чтобы Точно знать Насколько это опасно Нужно Нужно Обратиться К кардиологу К кардиологу Не понимаю Где? Не хочет Трансляция Она выкинула Опять Сейчас Заново Включим Начнем Новую Трансляцию Взяла Выкинула Уже полтора часа Сидим Уже выкинула Так выкинула Может и закончим Ну, давай еще Может не Или это Трухи уже подустала Достала Ну, думаешь Ну, давай Может будут вопросы Или это Если сложно Тоже Тебе по-новому Это все запускать Страх Страх Желудочка Увеличено Желудочек Сердца При этом Страшно Что вдруг На самом деле Станет плохо Смотрите Виктория Здесь только Тогда Убирать Страх Вот То, что вы Писали Я не Ну, по сердцу Я вам не могу Ответить На этот вопрос Это вам Кардиологу Тогда Применяется Препарат Это Пьете Антидепрессанты Под прикрытием Транквилизаторов То бишь Транквилизаторы Они будут Убирать Тревогу Будут Убирать Тревогу Ну Воздействовать На мозг И у вас Не будут Вот Происходить Эти панические Атаки Соответственно Не будет Не будет Вот Эти Скачки Давления Ити То есть Антидепрессанты И под Прикрытием Транквилизаторов Вот Пьете И так И вот так Убираете 7 человек Поэтому Я вас Не пугаю Я Я некомпетент Но в этом вопросе Вот по поводу Как вы По сердцу Писали Поэтому Это Кардиологу Кардиологу Страшно Пить Антидепрессанты Мне от них Плохо Смотрите Сейчас Я вам Объясню На Антидепрессанты Они Могут Могут Сразу Делать Хуже Потому Что У них Есть Такой Накопительный Момент Накопительный Момент И вы На них Заходите Заходите Примерно Вот Две Недели Надо Чтобы Произошло Вот Накопление Начали Не Работать Но Вот Плохо Плохо А как Вам Виктория Плохо Становится Пишите Мне на них Плохо Как Плохо Тревога Усиливается Или Что Страх Появляется Или Плохо Вот Именно Эмоционально Там Рвотный Какой-то Вот Как Плохо Не От них Плохо Сейчас Смотрится Виктория Мне К вам Вопрос Вопрос Я Видел Мне К вам Вопрос У вас Есть Страх Перед Антидепрессантами Именно Перед Самими Перед Самими Препаратами Ответьте Мне На этот Вопрос Препаратами Вот Потому что У меня Была Такая Ситуация У меня Как всегда Как И во всех Вас Были Накуплены Вот Эти Препараты Стояли В тумбочке На кухне В тумбочке Висячей Стояли Там Разные У тебя Стоят Там Уже Эти Упаковочки Пластиночки Лежат Там Целый Арсенал Ты на них Смотришь И вот Сразу Покупаешь Как бы А потом Пить Не пить Пить Не пить Вот этот Страх Это страх Перед Препаратами И у меня Была Такая Ситуация Я Пару Раз Как я Рассказывал Лирику Пил Разом Может Два Три Потом Такой Препарат Два раза Пил Как Кутепин 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 Если Я могу Ошибаться По-моему Нейролептик Кутепин Есть такой Вот И я Как-то раз Выпил А у меня Мозг Еще больше Тревожится Начинает У меня Он еще Сильнее Понимается И я думаю Нифига себе Насколько Сила Мозга Понимается Что А там Этот препарат Кутепин Там это Такой Серьезный Препарат И по Его Составу По его Воздействию Он Должен Был Мне Вот Этот Мозг Там Расслабить Я должен Плавать Был Там Вот Балдеть Короче А у меня Происходит Эффект Наоборот Я Его Выпиваю А у Меня Еще Он Больше Тревожится Начинает И я Пишу Я Пишу Своему Ведущему Специалисту Учителем Кого Я Называю Здравствуйте Анна Вот Такое И такое Дело Выпиваю Препарата У меня Еще Больше Вот Это Напряжение Появляется Еще Сильнее Получается Что Получается У нас Сформировано Убеждение Против Препарата В нашем Мозгу Препарат Для меня Это Плохо И опасно И поэтому Когда Вы Его Хотите Выпить У вас Появляется Напряжение И страх Значит Виктория Что Делаем Нужно Поменять Убеждение Берете Препарат Говорите Это Классно И хорошо И пытаетесь Улыбаться И вот С этими Словами Принимаете Препараты Меняем Убеждение С опасного На что Это Классно И хорошо И вот Так Делаете Регулярно При приеме При приеме Препарата И когда Она мне Сказала Когда ты будешь Пить Кутепин Ну то есть Не кутепин А препарат Говори себе Говорите себе Что это Классно И хорошо И правда Когда я пил Второй раз Там уже Через Может Через три дня Или через неделю Как-то я снова Взял Эту Пилюльку Таблетку Эту Кутепина Взял ее Выпил Лег И начинаю Разговаривать С мозгом Это хорошо Это нормально Это классно Сейчас меня Расслабит И я заметил Что Уровень Тревожности Моего Мозга Он Не стал Тревожиться Мозг не стал Тревожиться Сильнее А он Как бы Остался На одном Уровне Понимаете То бишь Наше слово Наше слово Наше убеждение То есть То что мы себе Говорим Со временем Становится Убеждением Наше слово Имеет большую силу Я просто удивился Когда я так сделал То я Заметил Проанализировал Что Моя тревога Не начала усиливаться Понимаете А всего лишь От того Что я Мозгу Сказал Что в этом Страшного Ничего нет Вот какие Чудеса Происходят Так Елена Виктория 58 лет Нет 20 У меня О Вот Виктория Смотрится Елена Пишет У нее Точно Такой Вопрос С Желудочком Сердца Вот Вот Пообщайтесь И вы Поймете Вот я Вижу Все вы Написали После того Скоро не помогла Никогда Я еще Четыре вида Попробовала И Все Было Плохо И теперь Я боюсь Ну да Еще Антидепрессанты Нужно Подбирать Под Как бы Там Какое-то Время Пьешь Вот Анализируешь Как тебе Происходит И Обращаясь Ну Тебя Ведет Психотерапевт Который Вам Выписывает Препараты И Он Должен Должен Как Правило Как Это Происходит Например Через Неделю Там Вы Рассказываете Какое У вас Самочувствие От этих Препаратов Понимаете И Он Уже Должен Курировать Курировать Когда Вы Заходите На Эти Антидепрессанты То Бишь Он Анализирует Они Подходят Вам Или Нет По Неким Своим Признакам Понимаете И Потому Что Каждому Человеку Нужно Подбирать Препараты Вот Точно Как От давления Одному Подходят Эти Таблетки Второму Не Подходят Понимаете Вот Точно Так Происходит И С Антидепрессантами Нужно Подбирать Так Еще Какие Вопросы Есть У нас Только Два Человек Участника Виктория И Елена После Тоже Все Правильно Все Правильно Молодцы Вы Еще У меня К вам Ко всем Ребята Девчата Просьба Вы Между Собой Общайтесь В чате Вы Подсказываете Друг Другу Потому Что Человек Зачистую Он Не Знает Ну Вот Как Сейчас Происходит Человек Не знает Опасно Это Как бы Тревога Для его Сердца Либо Не опасно Понимаете Вот Я Тоже Не Все Знающие Какие-то Моменты Я Затрудняюсь Ответить А у Кого Есть Вот Так Происходит Как Бы Вот Именно Физиологические Такие Вопросы Вы Видите Что На Вашу Ситуацию Похожи И Поэтому В чате Подсказывайте Друг Другу Когда Вы Будете Подсказывать Друг Другу Вы Будете У Своего Товарища Страх Снимать Понимаете Про Подписку Скажи К Осмол Причина Невроза Разрешилась Симптом Остались Так У Вас Разрешилась Ситуация Невроза Невроза То есть За что-то Переживали А Симптомы Остались Понимаете В чем Дело Вот Так Мне Наталья Трудновато Ответить Потому Что Потому Что Как Правило Но происходит Наоборот Невроза Сначала Невроза Решилась Но В В Семптомы Причина Pопадания Уже Не важно А вы Уже Зациклены На Себе Что с вами Происходит Вот, Наталья, я думаю, это так будет происходить. Если так, то напишите мне, если это так происходит. Уже лет. Так, Равшан Сатовский. Вот, здравствуйте, Равшан, 6 лет. Сегодня я, вы, скажите, Равшан, вы только что присоединились к нашему эфиру, либо были с самого начала? Я думаю, наверное, только что подсоединились. Подписываться, пускай, обязательно. Верно? Равшан, ответьте, пожалуйста. Вот Наталья ответила, скорее всего, да. И как тогда выбраться? Наталья, у меня, у нас программа есть, там, есть на ютубе, мы сделали программу, вот, по программе, как бы, как я советую людям, находите то, что у вас происходит. Я там про себя рассказываю, например, и так же отвечаю, что и как делать, почему и что. Там 60 видео, целый сборник. Да, но, чтобы, как бы сказать, если сами не сможете, тогда, все, ищите мой контакт, он есть на ютубе. Вот, так, вот Равшан написал, да. Смотрите, Равшан, вы не являетесь сейчас подписчиком, я думаю, правильно? Сейчас, ищите, что там нажимать надо? Зайти на канал, зайти на иконку, на фотографию. Все, сейчас, Равшан, смотрите, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал. Вот то, что вы у меня спрашиваете, я рассказываю, вот доска стоит сзади, видите, сзади меня. Начинаете эфир просматривать завтра, с самого начала. Я там все рассказываю про панические атаки и что делать. Вот. Все ваши ролики просмотрела по 10 раз. Можете мне помочь, пожалуйста, Акура. Так, Наталья, Наталья. Давайте так, она в каком-то эфире, в прошлом эфире или позапрошлом, я прямо в эфире диктую свой контакт. Вот, так же он еще где-то в отзывах, где-то там тоже будут в разных... Ну, ты не вырезал, он остался? Нет, не вырезал, я могу еще раз написать, если сейчас его на эфире. Ну, вот, это в прошлом эфире. Если пройдет сейчас, я сейчас вам напишу, сразу запишите. Он будет через какие-то знаки, ну, это плюс 375 получится, чтобы вы знали сразу. Будут какие-то значки, потом цифры, потом значки будут. И между этих значков выбирайте цифры. 3, какой там цифра, 352? 339, 52, 10. 339, 52, 10. 339, 52, 10. Вот. Так, сейчас. Стоп, 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 стоп. Секунду. Сейчас я все сделаю, 339, так. Сейчас поймете. Цифры выбирайте. 10 только... Не 2, не 2 десятки, а только 1 десятка. Ты же не стерешь? Нет, уже не подкорректируешь. А может подкорректируем? Все, спешка, спешка. Слава, не проверил, запустил. Да, да, да. Ничего страшного. Сейчас еще... Вбирайте. Я сейчас еще раз сделаю. Так. А там 29, ты вообще не поставил. Здесь поставил. Сейчас новую делаю еще раз. Первая не верна. Первая не верна. Сейчас это будет верно. Записывайте эти цифры и через WhatsApp. Через WhatsApp. Прошло? Еще раз сфоткайте. Вот. Все. Если что, ищите, потому что даже мы проговариваем в прошлом эфире, я прямо проговариваю свой контакт. Еще раз проговаривайте. Так, я все ваши ролики посмотрел по 10 раз. Поэтому, Наталья, если не получается, тогда ищите, да. Ищите тогда контакт и звоните. Постараюсь помочь. Так, я на канале уже подписан. Так, вот, Равшан, вы подписаны на канале, поэтому этот эфир можете смотреть изначально. Там я рассказываю про панические атаки. Также у меня, у нас, в нашем материале, на нашем канале, там тоже мы касаемся этих панических атак, рассказываем про них. То бишь, библиотека большая, смотрите. У нас видеопрограмма по выходу из тревожных расстройств. Есть программа, как бы, я там кратко пытаюсь объяснить, что происходило и как, и как с этим работать. Есть программа по, как бы, по выходу. Ну, это уже большая программа на 61 видео. 60 видео. Да, там 60, вот Слава говорит, уже 61 видео в той программе. Поэтому суть мы туда, ну, я излагал суть туда. И что и как делать, они ролики небольшие, там 10 минут, 15 минут, 20 минут. Ну, а так, остальной материал в наших видео. Если у тебя будет в школе, скажите, пожалуйста. Будет в школе. А что делать, если тебя будет в школе? Скажите, пожалуйста. Не ходите в школу и все. Булят. А что такое булят? Поясните, пожалуйста. Нашим старым языком они... Ну, наверное, обижают. Обижают, может, там... Ну, я тоже подозреваю, типа... Обзывают. Типа обзывают. Только обзывают и все? Обижают. Юлия Томина, травят, 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 травят. Да, сейчас, к сожалению, мир жесток. Особенно... У детей. Особенно у детей, да. Особенно у детей. Они не понимают, что это... Нужно, ребята, совет, это спортом заниматься. Заниматься спортом. Да, тогда будут бояться. Вот. То, что мы в молодости делали. Хотя тоже по-разному было. И обижали, и дрался. И всякое было. И в школе, и потом за школой. Но мы все росли на... На Арнольде, Шварценеггере, Чак Норрисе, Бруслии. Вот наши кумиры. Тренировались постоянно. Поэтому... Да, к сожалению, сейчас такой мир, что... Мир такой жестокий, скажем так. Поэтому нужно... Нужно тренировать себя, тело и мозг. Тело и мозг. Ну, уже ерунду напишется. Сейчас забаним. Это вы уже троллите, да. Сейчас забаним, все. Понимаете? Так, у кого есть еще вопросы? У кого есть еще вопросы? Вопросы по теме, скажем так. Будет так. Интересно. Вот, кто сказал. Так. Вопросов больше нет. Вопросов больше нет, да? Нет, сейчас было возможно напишет. Их неизбегание. Даешь им дойти до финиша. До самого верха. Это единственный путь. То есть, поведение формирует убеждение. Принятие. Проходим. Ну, там раньше я объяснял, вы поймете, как это происходит. Вот. Потом восьмибальная тревога. Восьмибальная. Спускаемся ниже. И если долго находились в панических атаках, попадаем в депрессия. Депрессия. Как работать с депрессией? У нас все в нашем багаже, где мы все собрали в нашей программе. И там все, и панические атаки, и все. Поэтому сегодня просто разбирали, что такое паническая атака, и что происходит в этот момент. Что запускает. Да, что запускает, и что делать. Вот сегодня мы, как бы, такой был стрим разбирательства панической атаки. Разбирательство панической атаки. Это что-то пишет Равшан. Да, никуда. Финиши, это очень страшно. Дойти, да. Это страшно, но первый раз. Иного пути нету. Выдержать первый раз. Да, самое страшное, это выдержать первый раз. Да, как будто сейчас все тебе будет. Как будто сейчас тебе будет все. Равшан, совершенно верно. Там может и сердце биться, выскативаться. И может, вот у тебя просто разум отключается, и ты начинаешь метаться. Вот в этот момент нужно не метаться. А дать ей дойти до самого конца. Как бы до финиша. И потом будет откат. Самое страшное, это первая паническая атака. Кардионевроз. То есть, пройти через первую паническую атаку. Как с пульсом бороться за страх. Постоянное ощущение сердца и страх за него. Вот смотрите, у вас кардионевроз. У вас работает кардионевроз. Кардионевроз у меня снова в программе я рассказываю, я рассказываю, как работать с кардионеврозом, кардионеврозом днем. И где-то, где-то на прямых эфирах я рассказывал, как отвлекаться. Там подробно. По-моему, в этой программе у нас там все есть. Вот когда вы ложитесь на руку, у вас пульс бьется, вы начинаете прислушиваться. Здесь же раз, как будто сердце останавливается. У вас сразу паника. Потом такой момент, ты вот как бы лег спать, тишина и все. И твой мозг стягивает тебя на прислушивание к сердцебиению. И ты его так четко слышишь, там, тун-тун-тун-тун. Потом у тебя сразу страх. Либо бах прервал, у тебя снова страх. Все, вот находите наш курс. У нас программа. Программа. Я там все рассказываю. Ищите программу по выходу из тревожно-депрессивного расстройства. Там я описываю все ситуации, которые происходят в разных случаях. Я описываю, что как происходит и что и как с этим делать. Понимаете? Да, идет такая, понимаете, идет зацикленность на своем здоровье. Вот именно на сердце. Потом не менее руки. Пальцы не имеют. Вот рука как будто не имеет. Вот есть такое у вас? Вот я не знаю, как вас зовут. Вы, имя не обозначено. Есть у вас вот не менее руки? Как бы рука, потом грудная жаба сдавливает. Пробивает вот как бы, как будто тебе взяли и какой-то предмет наподобие арматуры вот взяли и сюда как бы всадили. Такой прострел идет за грудину и за грудиной боль. Вот реально происходит как инфаркт. Потом вот эта грудная жаба, грудь, да, и грудная жаба. Это вот еще называют межреберная неврология. И у тебя реально, как прединфарктная вот ситуация, вот болевое ощущение идет. Здавливание такое, резкое сдавливание, болевое ощущение. Вот, вот это все кардионевроз. У меня... Он так и называется ролик, кардионевроз и грудная жаба тоже есть, сдавливание груди. Но это ролики в программе. В программе, там вы будете находить свои моменты. Программа по выходу из тревожно-депрессивного расстройства. Обязательно подпишитесь, но вам надо стать спонсором программы нашего канала. И тогда у вас появится доступ ко всем роликам абсолютно. Вы становитесь спонсором канала на месяц, и у вас открывается доступ на месяц. Также у нас есть на российской платформе тоже эти все ролики, опять же, в бустеры. Так, на время действуют. Да. Ну, кто-то выходит с антидепрессантами, но, как правило, как говорит моя практика, ты можешь выскочить, но потом в стрессовой ситуации ты назад попадаешь. Здесь только тренировка мозга. Тренировка мозга и тренировка управления своим эмоциональным фоном. Ну, это я вам прямолинейно сказал там. Много чего нужно тренировать, через много чего нужно осознать, через много чего нужно пройти и много чего нужно перетерпеть. Вот. Путь не легкий, но возможно. Смотрите, препараты, препараты, сейчас я вам расскажу. Себазон, он пьет Себазон, Себазон, это очень серьезное лекарство, наркотическое. Ну, только ты думал, естественно, ему хуже от Себазона. Но, смотрите, как происходит, когда вы пьете препараты, ту же самую лирику, там, Ренейра, Кутепим, это идет воздействие на наш мозг, на нашу, там, нейросеть, на нашу физиологию. То есть, получается такой момент, как бы, притупление и затормаживание, там, мыслительного процесса, и притупляется наше физиологическое, вот эти ощущения болевые. Идет, как бы, такое снятие за счет воздействия на мозг. Потому что наш мозг через тревогу делает вот все эти болевые ощущения. И поэтому, когда мы пьем, мы пьем препараты, мы препараты, препараты воздействуют на наш мозг. И поэтому, вот эти ощущения, они у нас, как бы, притупляются, гаснут. Мы не так вот это все остро ощущаем, даже могут такие моменты, что там, практически, вообще, вот эти ощущения препараты снимать. Ну, а как только прекращается действие этих препаратов, то наше мышление, оно там не поменялось, оно, и возвращается, как бы, все назад, понимаете? И возвращается все назад. И зачастую даже, и зачастую даже, когда вы пьете препараты, вы пьете, пьете, например, у вас будет, скажем так, время, как-то, блин, из головы вылетело, курс, курс, курс у вас, там, курс по принятию препарата, например, пьете полгода. И чем ближе будет приходить вот это время, когда нужно будет отменять этот препарат, вас начнут посещать вот такие мысли, воспоминания, что, как вам было раньше, и у вас начнет снова появляться тревожность. У вас будет, ну, во многих людей появляется страх, чтобы отказаться от препаратов. Вот как это работает. Почему? Потому что препараты дают вам облегчение, облегчение, а то, что было с вами, оно никуда не делось, оно в мозгу записано, там, в библиотеке оно есть. И вот сам отказ от препаратов у вас вызывает, приходит мысль, а вот я откажусь, и сразу воспоминание, что вернется. И все, у вас появляется страх. У вас появляется страх, а страх это и есть причина разгона снова. Снова вот этого раскрутки, вот этого состояния, то есть возвращение обратно в то состояние, в котором ты был. По чему? У меня так было, когда я не занимался КПТ, я как-то выскочил, как я выскочил, я не знаю, там, лет через пять, то ли шесть, вот я болтался в этом, неврозе болтался, вот на три месяца меня как-то выбросил, я даже не понимаю, как я выскочил сам, но потом я словил длительный стресс, длительный стресс, там, в напряжении находился определенное количество времени, но не длительное время, там, буквально на пару дней, ну, в постоянном напряжении таком, у меня снова стала побаливать поясница, она у меня била, были такие боли сильные, и у меня снова это начало побаливать поясница, и мозг мой мгновенно стал все то, что было со мной, доставать с моей библиотеки, и мне показывать, на, 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 вот с тобой все возвращается, и все, и у меня начал охватывать страх, потому что тот ад, что со мной был, я уже, ну, просто, ты не хочешь его, потому что ты уже, наверное, не перенесешь то, что с тобой было, и поэтому уже вторичная крутка шла мгновенно, мгновенно, довольно быстро, я, наверное, уже плотничком засел в течение года, я так уже вляпался, что у меня было еще хуже, чем до этого, и ярче, и вот как оно происходит, поэтому люди, почему и пьют препараты всю жизнь, потому что они боятся от них отказаться, из-за того, что у них нету навыков работы, вот с этим всем, что с вами происходит, поэтому и появляется страх, еще сонный паралич, это от препаратов, скорее всего, от сибазона, сибазон, это наркотическое вещество, и от него зависимость, сонный паралич, а это остановка дыхания, нет, просто, он лежит, и не может пошевелиться, ни рукой, ни ногой, кажется, ну, сознание, но, ничего не можешь сделать, была такая вещь, спишь, но я понял, ты как парализованный, да, как будто, хочешь кричать, не можешь кричать, хочешь мку поднять, не можешь поднять, и вот, все, вот, написали, шевелиться немал, ну, вот, мой коллега, коллега говорит, что, это вот от этого, да, это от этих веществ, все, это вот от этих препаратов, у тебя было такое? было, я же говорю, один раз, у меня один раз, все время, было такое, что, я потом нашел этот просонный паралич, лежишь, и хочешь закричать, закричать не можешь, кажется, но ты, как бы, вроде спишь, и не спишь, но на самом деле, ты во сне, ну, в тревоге поверхностном сне, ты во поверхностном сне, и ты хочешь поднять руку, кого-то позвать на помощь, но ты не можешь позвать, как будто у тебя нет голоса, это вот сонный паралич, называется, на самом деле, ты поверхностном сне находишься, у тебя нету четкости сознания, но в этом поверхностном нет и так находится по тревоге там нету знака ну вот на пишет скажите пожалуйста не пить сибазон тогда если вы давно его пьете тоже зависимость от него появилась и его отмена будет естественно вызывать физически наверно боли сибазона вот мой коллега говорит медленно его заканчивать как-то пить и за каким-то препаратом еще нужно до либо медленно сходить либо наверное чем-то менять но это больше вам вопросов нужно именно эти психотерапевты понимаете потому что смотрите во всех этих транквилизатора там есть месяц может не на месяц это может быстрый выход мне вернул это как лирик или все равно от него может быть выход сибазон довольно таки сильный препарат вот ну пробуйте сходить сами экспериментируйте но вот мой коллега говорит что вот то что вы описали это именно от этого препарата это вот сродни знаешь чего где зипам фензипам фензипам сибазон это есть вот дядя зипам он довольно таки сильный ну вот поэтому за месяц может даже быть зависимости страх выхода с него и начинается ну вот этими кардионеврозами лирика то ринейра это что же похоже там тоже они серьезные препараты и что же лирика ринейра я помню выпишу бог такую все ты плывешь такой ходе скажи свой номер через плюс триста семьдесят пять двадцать девять триста тридцать девять пятьдесят два десять велком не не волком а просто через ватсап звони варится через ватсап а человек у меня за откуда не знают у них других в россии нет так поэтому да вот вот этот блин уже сибазон вот товарищ мой сказал что от него получается сонный паралич поэтому обращайтесь к психотерапевту который вам прописывал и чтобы он вам менял этот либо менял препарат либо ну решал этот вопрос вот видите я такой ситуации не знал вот он я его не знаю знаю что он к именно относится к вот этим зипамом он за меня и заменяет его фенозипам диазипам он еще сильнее сильнее поэтому да он есть в уколах в уколах таблетках сибазон и но это вот диазипам это диазипам все вот к этим относится одно семейство и они это наркотические вещества смотрите выход на улицу у нас формируется вот это называется агрофобия все что связано с улицей и перед выходом на улицу то есть улица для вас получается триггер триггер но чтобы проходить эти ситуации нужно идти в них и выдерживаешь ситуацию выдерживать вот точно так как я вам рассказал виктория по моему вам я рассказывал как с магазином работать вот все точно так выходишь выдерживаешь терпишь вот если вот если мысли появляются то от мысли отделяешься само пройдут под кардиофобию нет как она вы кардиофобия сама пройдет нет человек имеет вы имеете ввиду вот этот зонный паралич скорее да но это пройдет конечно сонный паралич пройдет ну и зависимость это потихоньку пройдет именно воздействие препарата потому что правильно всего его прекратится писту конечно физически просто будут какие-то может боли ну да будет ломота потому что температурное состояние начинается вот такая ухудшение именно самочувствия может быть самочувствовала заболел да ну то есть вот сильнее вот эти ощущения потому что вы как бы убираете то что отчасти гасила вот эти все проявления понимаете вот видите у вас получается вы боитесь и сибазона наверное и боитесь с него сойти потому что страх опять все вернется вот ну то что я вам и рассказывал ранее ранее как она работает и почему почему человек вот говорят долго пьешь препарат и попадаешь в зависимость здесь получается 50 на 50 есть в этих препаратах во всех вот противотревожных этих нейролептики там какая-то есть часть составляющая незначительная именно вот этих наркотических воздействий но также человек просто попадает психологическую зависимость от препаратов то есть у него страх прекратить пить препараты потому что они ему дают облегчение и у него есть понимание если он прекратит пить препараты то его ощущение вот эти все все что с ним происходит она улучшится поэтому человека страх прекратить пить препараты вот как это работает физически вот страх опять пульс страх вот как это работает так какие еще есть вопросы какие еще есть вопросы задавайте задавайте еще вопросы если есть будем отвечать если нету будем тогда заканчивать эфир если есть вопросы задавайте так ну на сегодня на на у людей вопросы сякли ну надеюсь ответил на ваши вопросы смотрите ролики в роликах много информации очень много что я там много рассказываю что со мной происходило и рассказываю что как делать вы будете вам не видеть себя я рассказываю какие там со мной вещи происходили и что там творилось поэтому будете видеть себя в моих роликах будет значит у вас будет понижаться страх потому что вы вам не будете видеть себя и там я рассказываю что и как делать вот в лечебнице надо если уже какая-то ломка начинает ломка думаете у меня ломка была без препаратов меня ломка была без препаратов и у меня реальная ломка наверно было я представляю себе что вот наркозависимых может вот скорее всего наркозависимых такая ломка вот у тебя внутри вот меня тебя вот не передать тебя просто выкручивать такое ощущение что тебя вот вот кости твои берут и вот как я уже рассказывал женщины полотенца выкручивают когда раньше стиральных машин не было вот так брали и полотенца и противоход противоход крутили вот так вот у меня было такое ощущение что у меня вот это происходит со всем организмом что у тебя там вот черти что тебя крутит ломает вот вот реально как вы говорите ломка у меня это ломка было без препаратов поэтому нет трудно сказать не трудно сказать от чего у вас ломка возможно препаратов но вместе спивши на вряд ли это будет да мне кажется месяц это ерунда полный наверно ты просто пишите что вместе скорее всего больше пьете наверное если вы говорите про ломку может вы больше уже за базон пьете но ломку может делать и тревога дело в том что вот скажем ренейра лирика нанеси базон слова не знаю можно пить там вот там ну нет ну ты что вот это я тебе говорю там люди ты можешь вот пить и ты не привыкли как бы она не сильно привыкание идет но месяц как ты думаешь я думаю месяц это навряд ли чтобы вот видишь ну да пил еще и летом симбазон и потом через неделю снова начали скорее всего пили долго сибазон потом резко от него отказались у вас начались вот это вот плохое состояние вам стало плохо и вы выпили одну таблетку и просто все отпустило и вам показалось вот облегчение теперь его страх перед этим состоянием да вот что они но я вам говорю у меня вот такие ломки были и без препаратов я не пил никакие препараты резко бросал потом опять начинал потому что становилось невыносимо верно но это делает ребята я думаю это делает тревога вот вот вы пишете ломка это делает тревога это такое состояние невыносимое ты вот ты как бы блин ну сказать жить не хочется наверное я не скажу но тебя так ломает что ну что это просто невыносимо вот как у меня было это просто невыносимо и я я даже буду уверен что это не так как бы отказ от этого препарата который выпили а это делает тревога как только вы прекращаете его пить то наш мозг он как бы ясности приходит и все эти ощущения мы ощущаем в полном в полной этой красе в скобках это я говорю полная вот вот ты все начинаешь ощущать без этих препаратов потому что они глушат нам восприятие вот этого состояния не притупляют его и поэтому ты не так вот сильно ощущаешь это состояние как бы тебе полегче но как только действие ты бросил пить действие вот этих препаратов прекратилось мозг как бы в норму пришел и все и твое ощущение пошло по-новому но я я на сто процентов говорит не буду но 90 процентов я скажу что это не не ломка будет препарата а это работает тревога вот это все кручение подавлялась ломка потому что я не пил препараты и со мной то же самое происходило это делала тревога тревога можно спрошу а сибазон разве доступен просто так у вас в аптеках без рецептов как у вас может это человек нет у нас в беларуси мне интересно сибазон как вам ну вот я спрашиваю у вас как этот сибазон продают можно просто пойти в аптеку купить или вам по рецептам его выписывают как ваш доступ пишите почему вы не можете отказаться не понимаю его врач не может выписывать постоянно выписывать и выписываться по рецепту врачи слава как бы врач не может ну немножко не понимаешь как это все происходит не понимаешь того первое идет как момент вот человеческой жалости понимаешь понимает что но человеку не мудро и править сюда второе как ну работали поражаем психотерапевт не прописал психотерапевт прописал но вы поговорите с психотерапевтом может он вам поможет посоветует привить препарат к это какой-то может послабее вы попьете как у которого меньше эффект будет отвыкание и тогда может как-то перекратить этот сибазон потому что это сто процентов как ты говоришь физически мозг возвращается вот естественного состояния да ну то есть уходит вот это смывчатость на уровень лучше ну это простым банальным языком и когда мозг ясно все ты свое восприятие воспринимаешь ну как при обычном у тебя не придумать финибут это можно назвать витаминами финибут адаптол это витамины там еще есть афабазол там вот это так смотрите виктория по поводу поездки дальняя дорога часа на то что очень большой что будут панические так и смотрите что делаем и во первых это приходят мысли дальней дороге у человека в тревожном состоянии в его мышлении если он про что-то думает вперед всегда это будь катастрофа катастрофа первое первое как работать вот есть как бы есть как бы два момента я вам дам 22 способа вернее первое когда это приходят мысли говорить о себе я об этом подумаю потом как бы отделяетесь от мысли отолаживать эту ситуацию и переключаетесь момент здесь и сейчас снова эти мысли появляются снова говорится я об этом подумаю потом и вот так убираешь эти мысли чтобы ты как сказать не не они не вызывали у тебя тревогу потому что вызывается тревога тут же ломается твое мышление новая тревога воздействует на мышление все ты попадаешь в эту жвачку в эту жвачку еще я применял способ но но это у меня получалось потом за счет моих навыков тренироваться сейчас я вам объясню можете попробовать делать это на листке бумаги бумаги но я делал это в мозгу я прокручивал себе ситуацию которая мне предстояла мой мозг ее катастрофизировал я его останавливал как только начинали стоп хватит и прокручивал себе эту ситуацию вот как видеофильм как фильм покадрово с мелочами но с хорошим исходом и вот так я делал 1 2 3 пока у меня не поднижалась тревога то есть я как бы менял сюжет фильма с негативного на позитивный ну а вам будет прокрутить это в мозгу тяжело поэтому поэтому по пробуйте описывать свою дорогу свою дорогу во всех подробностях во всех подробностях его и выдерживать тревогу понимаете вот пишешь и выдерживаешь тревожность как ты едешь подробно какие люди встречаются и тревогу выдерживаешь выдерживаешь есть такое в психологии вот я встречал этот и шторм называется ты описываешь свою самую страшную ситуацию и и выдерживаешь вот эту тревогу, вот есть такой момент, я думаю он будет работать, то есть ты описываешь все самое страшное, что с тобой произойдет, и перетерпливаешь, 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 но я вот почему-то в своем мозгу рисовал прекрасные сюжеты, я вот так делал, но это лично мой опыт, поэтому можете экспериментировать, экспериментировать и как бы наблюдать, где у вас тревожность будет понижаться, вот раз там например прописываете, либо вот тот вариант катастрофический, либо как я говорю, меняете, позитивный пишите вариант, и наблюдаете в каком варианте у вас будет, сначала один, проделываете ну раза 3, 4, 5, и замечаете, тревожность осаживается, как бы, либо нет, вот это замечаете, понимаете, либо второй, потому что тревожность у вас по-любому будет падать, когда вы будете прописывать эти варианты, тревожность будет падать, прописываете с позиции, как бы, наблюдателя, понимаете, вот ты описываешь ситуацию, выносишь мысли с головы, и как бы ты наблюдатель, и вот анализируешь, насколько у вас будет понижаться тревога, это то, что я переезжаю жить в другой город, где нет никого из родных, этого тревога сильная, да, у вас, смотрите, интересная ситуация, Виктория, у меня была такая ситуация в жизни, когда я находился, выходил с этого тревожного состояния, и у меня, и у меня получилась вот точно такая ситуация, похожая, только я не в город переезжал, у меня с работой получилось, трудности получились с работой, я как бы, ну, с тем, с теми, с кем работал, получилось, что нужно было, как бы, увольняться, понимаете, и вот у меня начала брать тревога, как я один, как бы, буду, как я один справлюсь, но я себе проговаривал, я справлюсь, я справлюсь, я справлюсь, я справлюсь, и тревога постепенно начала понижаться, понижаться, вот смотрите, когда будут появляться у вас эти мысли, а как я там буду одна, вот в этом другом городе, без родных, там, у меня тревога, вот, говорите себе, я совсем справлюсь, и говорите себе, как отче наш, регулярно, можете это проговаривать себе днями, сутками, оно постепенно начнет формировать у вас убеждение, в мозгу начнет встраиваться в нейросеть вот это убеждение, что я совсем справлюсь, и мозг постепенно начнет в это верить, начнет верить мозг, начнет у вас падать вот этот страх, вот эта тревожность, понимаете, вот как только вы думаете про это, так себе и проговариваете, 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 Я со всем справлюсь Я со всем справлюсь И вот так читаешь Как отче наш Вот Так, ну все Надеюсь, эфир вам понравился Будем заканчивать Договорились, что она про родителей боится Виктория Пиновна Родители Страшно, что они Вот Виктория Вот это у вас момент Ошибки в мышлении У вас Ошибки в мышлении У вас получается Они увидят, что у меня Панические атаки И продолжится мысль дальше И подумают, что я Например, ненормальная Либо я Какая-то больная Либо я не смогу Выполнять какие-то Обязанности Какие должна Выполнять Супруга И они это увидят И мне будет стыдно За это Вот что-то С того, что я вам Озвучил Присутствует у вас? Все присутствует Скажите Это Сто процентов Виктория Ну вот Подумаю, что я больная Вот Дело в том Смотрите У вас есть ошибка в мышлении Это называется Предсказание А также Чтение мыслей Вы в этом Убеждены А почему вы думаете Что они так подумают Почему вы так думаете Что они так подумают Программируют На панические атаки Что у нее будет Панические атаки Также Виктория Вот вы Ответься на вопрос А почему вы думаете Что они так подумают Про вас Сейчас Тревожные расстройства Они имеют Очень широкий Большой спектр Сейчас Если скажем Ну Человек не живет В лесу То про эти Расстройства Знают Абсолютно все люди Практически Понимаете И И Люди К которым вы едете Они не Не Я думаю Не настолько Не образованные Чтобы Сказать на вас Что вы больной человек Понимаете Поэтому Вот это Все Что вы думаете Это все Неверно Это Вы Всего лишь В это верите И так думаете Из-за своих ошибок Мышлений Понимаете Что происходит Вот Все заканчивается Постоянное Головокружение Вот 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 это Что вы думаете Это всего лишь Это происходит Из-за ошибок Ваше мышление Это называется Вот Чтение мыслей Либо предсказания Они Про меня Подумают Что я больная Понимаете Вот Вот я вам Объяснил Вы Оспорьте Эту ситуацию Что Что в этом Страшного Ничего Нету Что у вас Такое состояние И те люди Будут Прекрасно Вас понимать Там Те люди Не будут Додумывать Потому что Они будут Знать Просто у вас Временно Там Тревожное Расстройство И в этом Страшного Ничего Нету Я думаю Они наоборот Вас поддержат Вот Ну извините Будем заканчивать Эфир Потому что Время наше Вышло Вышло Поэтому Надеюсь Надеюсь Было вам Интересно Будем ждать В следующем Эфире Через неделю Подписывайтесь Обязательно Проверяйте Свои подписки Проверяйте Да Подписки Проверяйте Мне еще Мама Постоянная Что мне Будет Плохо Я еду Мне станет Плохо Ваша мама Вас и программирует Понимаете Виктория Ваша мама Причина Я думаю Вашего расстройства Но Ваша мама Об этом Не знает Что она Причина Вашему расстройству Понимаете Если Человека Посадить В комнате Одного И вокруг Него Например Либо одного Человека Посадить Ему Постоянно Говорить Что ты Дурак То Через Какое-то Время Он Начнет Верить В то Что он Дурак И поэтому Мама Вам Говорит Тебе Станет Плохо Вы только Про это Думаете И вам Уже Плохо Становится Вот Как Она Работает Вот Это Примерно Что я Рассказывал Про Панические Атаки Когда Ты Уже Путем Воспоминания Думаешь Что тебе 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 Станет Плохо И тебе Сразу Плохо Становится Вот Что у Вас Происходит Понимаете Мама Вам Говорит И У вас Приходит Мысль Сразу Мне Сейчас Будет Плохо И вам Сразу Плохо Становится Вот Здесь Нужно Работать С мышлением У вас Я Вижу У вас Много Ошибок Причин Которые Нужно Исправлять Но Это Вот В двух Закручены В целую Цепочку Которую Надо Разматывать Вот Ну Все Добренько Заканчиваем Наш